Привет! Сегодня будет такой выпуск. Я вам буду показывать частично кусочек своей работы и частично отвечать на ваши комментарии. Погнали! Сегодня не самая лучшая погода. Дождь. Итак, пришло время отвечать на вопросы. Кстати, видео-вопросы никто не прислал, поэтому с этой рубрикой закрываемся. Будем просто отвечать на комментарии. Первый вопрос. Богдан пишет. Привет! Активный влог. У меня вопрос. Почему у тебя нет доната? Есть донат. Там монобанковская карточка или криптовалюта. Дело в том, что я не помню, сколько выпусков назад. Мне кинули один раз 100 гривен. Спасибо. И один раз кинули 300 гривен. Спасибо. Но я не знаю, как мне выезжать на самом-то деле. Серега – это наш региональный менеджер. И всегда по утрам у нас встреча, и он делает напутственные слова. Так что у тебя есть 300 секунд. Напутственные слова. Делай, делай, делай. Этот спринтер заблокировал нас. Две машины. В общем, я стою просто эту прогреваю, а там чувак куда-то торопился. И этот чувак, который выходит, садится в спринтер, он по телефону такой – алло. И этот чувак второй, который на другой машине говорит – ага, алло. Пол бы не дало. Это просто… Ну, вы поняли, почему я запикывал? Все, Серега пошел. Мне нужно на объекты, там, где подписываем договора. Так что поехали. Мне сейчас нравится тот момент, что дождь-то закончился. И можно реально себе спокойненько ходить по улицам. Это прям радует. Пока я двигаюсь на свою локацию, немножко хочу поговорить про качество контента. Местами оно падает, местами оно лучше, местами хуже. Это хорошо, что мне Паша Хриенко написал о том, что, типа, зачем делать тогда такие влоги, если они падают в качестве. Ответ очень простой. Дело в том, что я понимаю, что если я заброшу влог, я не смогу выполнить свой же челлендж в 365 дней создания видео. Почему для меня это важно? Потому что не забывай, что нельзя расслабляться в этом мире. Расслабился, получить трендюлей от жизни. Вот в чем момент. Это самый важный момент. Потом. 365 дней они как бы не дадут мне заскучать. И еще один важный момент. Я записываю каждые кусочки в моей жизни. То, что они хорошие, нехорошие, плохие, неплохие. То есть это тоже для меня очень важно. Минусом такого режима является физическое истощение. Действительно, меня вчера вырубило. Я просто офигел. У меня такого не было. Дело в том, что я нагрузил сам себя такой работой. И сам сейчас расхлебываю всю эту движуху. Самый еще важный момент для меня. То, что можно перейти на более качественные, на интересные истории. Но я хочу доказать самому себе, что самодисциплина это самая важная штука. Поэтому 365 дней, несмотря ни на что, я хочу это сделать. Да, качество где-то просаживается. Но я это делаю. Драпчикс. Мы открываем бизнес. Мы будем делать бабки. Да, это по поводу сценария. Серега, будем делать. Итак, возвращайся к нам еще. Вдруг еще что-то построят хорошего. Это пишет с под ником Лишунтерз. Это видео относится к горишним плавням. Там, где я делал обзор на город. Да, я обязательно приеду. Богдан пишет. Привет, когда выйдет фильм? Фильм это конечно было громко немножко сказано. Это маленький фильм. Это вот 2 минуты нарезки, как мы катались. Мне немножко не хватило дополнительных камер. Но я не хотел задерживать Серегу Диденко больше на мотоцикле. О том, что он как бы приехал кататься, а не снимать видос. Ну, хотя он и помог мне снять видос. Большое им спасибо. Я не хотел его отвлекать от, скажем так, тренировки его. Но мне не хватило дополнительных воздушных камер и еще каких-то камер. Но вот так вот. Фильм уже вышел. Пользователь Виталий добавил. Хороший обзор. Вы с Кременчуга? Да, я с Кременчука. Драп Драп Чикс добавил. Где динамика? Да, в одном из видео не было динамики. Опять же, на мне немножко сказывается небольшая моя усталость. Именно от того, что много-много навалилось. Богдан пишет за маленькое видео лайк за кадры. Паша Хриенко пишет по поводу маленького фильма первый. Спасибо, Паша. Пользователь Геническ добавил. Это я вчера тебе говорил привет, Антон Шикера. Привет. Магнитик Флейкс пишет. Малой просто на своем языке ругается. Да, у него немножко сейчас проскакивает какая-то тема по поводу своего языка. Это правда. К примеру, чем занимается еще раз напомню наша компания. Вот Меркурий. Они есть на карте. Но они не до конца что-то правильно сделали. У них либо дубликат висит, либо еще какая-то система не до конца заполнена. Это связано с тем, что... Я, прошу прощения, подавился слюной. Это связано с тем, что они в свое время очень давно заполняли. Потом не заходили на аккаунт в картах Google. И у них слетела верификация, либо что-то пошло не так в плане того, что Google изменил правила. И теперь у них нет прав доступа к своей же точке. То есть теперь я иду туда. Мы с ними вчера разговаривали. Мы подписываем договор о том, что мы исправляем эту проблему. Так что сегодняшний день, опять же, рабочий. Но я буду чаще-чаще рассказывать вообще, чем занимается компания. Потому что, если честно, я не могу переключиться на какие-то другие мысли во время работы. Я именно четко сегодня занимаюсь именно этим вопросом. А под вечер я уже занимаюсь там семейными моментами, показываю вообще, как еще влог проходит. Но это влог. Поэтому, камон, смотрите, как есть. Представляете, я сегодня работал, зашел в магазин. И тут человек, который заведует этим магазином, он меня узнал, сказал, я вас смотрю. Это так приятно на самом-то деле. Вот такие вот моменты бывают. Это было очень неожиданно. Когда ты заходишь в магазин, а тебе люди говорят, о, мы вас смотрим. Это очень приятно. Мне понравилось пообщаться. Плюс мы поговорили о каких-то рабочих моментах, как лучше выходить из кризиса, какие моменты лучше работают, какие инструменты для онлайн-продажи. Сейчас реально много людей, бизнесы, они сейчас в затруднительном положении. Что делать, никто не знает, как работать. Ну, некоторые бизнесы знают, некоторые не знают. Вот. И, ну, это было приятно. Я всегда рад встретить людей. И мне сказали, что у меня отличные видео. Я прям там растаял, честно. Вот. Ну, что, я думаю, вы будете смотреть это видео. Так что еще раз вам большой привет. А я пошел работать дальше. Следующий магазин находится вот здесь. Екатерина пишет. Класс, новые эмоции, чуть больнуваты. Да, это Серега меня так назвал. Это немножко правда. Мы все в чем-то больнувате. На самом деле, тут очень много повторяется комментариев. Класс, лайк за видос. Я первый. Так, надо начинать, чтобы кое-что снимать на видео. Кто придумал челлендж 365 дней? Мне вопрос задает Богдан. Придумал его, даже не знаю кто, много кто ставит. Дело в том, что я это увидел на американском ютубе у еще одного кинорежиссера. И я подумал, если он может, я точно тоже смогу. Оказывается, это не так легко, но лучше ставить те цели, которые ты не можешь сделать. И вот доходить до них. Поэтому, если поставить там цель помыть посуду и сделать, ну, ничего сложного. А вот если поставить цель недосягаемую для меня, вот 365 видео, несмотря ни на что, это сложно. Поэтому я ставлю недосягаемые цели. Ну, понятно, что они должны быть в пределах моих возможностей. Поэтому челлендж придумал один человек, я его просто подхватил. Ни для кого не секрет, мне очень нравится Кейси Найстад. Мне нравится его динамика, подача, стиль. Он очень крутой чувак. Дело в том, что он немножко перегорел, он ушел с ютуба. Но челлендж его все еще работает. Так что, Кейси, спасибо. Опять вопрос от Богдана. Из-за чего ты продаешь Шкоду? Она и так хороша. Не, машина на самом деле хороша. Но изначально эта машина была куплена в Голландии, пригнана в Украину, растаможена. С целью продать эту машину и понять в этом бизнесе, какие водятся деньги и можно ли на этом зарабатывать. Вот. С целью продать была куплена машина. Андрей пишет, я так понимаю, Андрей Липов из США. Интересная работа, это главное. А местами иногда работа так себе. Вот. Люди не до конца понимают. Вообще, новые люди, это всегда сложно. То есть, ты где-то неправильно что-то сказал, на тебя косо смотрят. Где-то хорошо сказал, с тобой дружат. Поэтому в каждой работе есть плюсы и минусы. В моей пока больше плюсов, чем минусов. Но минусы тоже часто встречаются. Тут самое важное, что на этой работе есть новый опыт. Такого опыта у меня еще не было. Каждый день, каждый день новые люди. Не, это было что-то связано с цирком, но не так много людей. Я с ними не так часто общался. Поэтому, да, новая работа, это хорошо. Ты развиваешься. Так, пока я иду по улице, пока не забыл, хочу рассказать небольшую историю. К примеру. Я зашел только что в некоторые объекты, и, ну, мне захотелось туалет. И вот это то, что я не люблю в Украине. Я реально не люблю заходить в какие-то помещения. И вот это вот чувство унижения, когда ты говоришь, а можно я воспользуюсь? А тебе говорят, а мы шо, общественный туалет? И хочется вот, чтобы эти люди как-нибудь попали в такую же ситуацию. Это реально такая большая проблема. В основном это бабушки и дедушки Советского Союза, которые именно думают о такой старинке. Это было так неприятно. И вот в Европе с этим, как бы, вопрос стоит по-другому. Даже есть случай, когда дедушка зашел, по-моему, в автосалон Шкода, попросился в туалет, ему отказали. И, короче, он обессал все, да? Вот. Он подал на Шкоду в суд на этот автосалон, и он выиграл, потому что они морально его, скажем так, унизили. Хотелось бы, чтобы такой ситуации, как бы, было минимум в Украине. Вот такая вот мини-история. ФСБ работает, Альфа. Вот это хороший никнейм. Кребенчуг считается хорошим городом? Затруднительный вопрос, потому что для меня частично считается хорошим, частично, но откровенно нет. Опять же, есть свои моменты. Я планирую, это, кстати, важный момент, важный момент. Я планирую выпустить вот два видеоролика ближе к весне. Первый будет называться «Я люблю Кременчуг» и показать лучшие моменты этого города. А второе видео будет называться «Я ненавижу Кременчуг» и показать такие-то, такие-то моменты. Потому что у нас есть очень много достойных классных моментов и есть очень просто нереальное количество негатива. Даже, на мой взгляд, опять же, 60% негатива, 40% позитива. Я стараюсь просто замечать один позитив. Вот. Поэтому Кременчуг для кого-то супергород, для кого-то не супергород. Галдега пишет. Можно в вашу социальную сеть? Есть предложение. Да, все мои социальные сети, они указаны всегда внизу под роликами. Один момент. Я не всегда, бывает, резко захожу туда в Инстаграм или куда-то еще, чтобы сразу ответить. Там у меня висит такая штучка, называется «Запрос на чат» или что-то типа такого, чтобы начать. Да, я иногда захожу, проверяю. Так что всякую ерунду, если вы пишете, оно не сразу все вылетает. А если какую-то полезную тему, оно ботом как-то там пропускает. В общем, социальные сети внизу под этим видео. Так что дерзайте, пробуйте, развивайтесь. На самом деле, очень много прилетает комментариев. Я постараюсь ответить на все комментарии, которые есть. Вот самое странное, что мне никогда особо не прилетали комментарии, но я накопил на неделю, вперед их. И да, достаточно оказывается много. Просто я как-то так пишу что-то и так далее. Этот парень сам теперь включает камеру, он забирает ее и пытается записывать. Быстро ты развиваешься. Так, в итоге я закончил в полдевятого свою работу. У нас происходила конференция и много было интересной и полезной информации. Вроде как мелочная местами, но потом, когда ее правильно раскрывают суть, это было интересно. Самый важный момент это был записывать цели. Потому что большое количество повторений того, чего ты хочешь, ты пишешь цели, выполняешь. Пишешь цели, выполняешь. И вот эти маленькие цели приводят тебя к одной большой цели. Вот это я запомнил с этой конференции. Ну и еще дополнительную информацию, которую я сейчас не буду вам говорить. Я ее протестирую. И если она сработает, я вам ее расскажу. Вот. На этом все. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok